У нас тут прям очень большая тусня. Мамочка прилетела в гости. Смотрите, какой подарок она привезла Оливии. Резиновая такая классная уточка, мяненькая, еще и как неваляшка. Ну, то есть ее в водичку можно. И Оливия уже тут на носик накинула. Сейчас там по скайпу общаемся с бабушкой, с тетей. Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Они какие-то огромные, непонятно. Реально мало того, что после родов тело изменилось, так когда еще идешь шопиться, твоя самооценка падает на ноль. Последний день бабушку провожаем. Решила последний день поснимать, когда мой мамусик уже завтра рано-рано возвращается домой. Мы зашли к нам на районе в какую-то азиатскую забегаловку. Сейчас будем смотреть, потому что там они еле разговаривали на польском. И картинок не было. В общем, посмотрим, какое оно тут все по вкусу. Взяли на пробу суп с креветками или креветковый суп. Но я даже не знаю, будут ли там креветки внутри. Потому что он всего лишь 6 злотых стоил. Рис с курицей. И лапшу с креветками. Вот такие, блин. Слушай, это такое ведро. Он такой тяжелый. Ну, обычно китайцы... Ну да, большие порции. Они делают большие порции. Ого! Это рис. Посмотри. А что капуста соленая? Ну, наверное, по-польски добавили. Рис китайский по-польски. Все с курицей. А эта лапша должна быть с креветками. А здесь будет с буряком. Китайская лапша. Тоже со соленой капустой. Ничего себе. Посмотрите, какие огромные порции. И вот этот суп с креветками. Интересно, здесь есть креветки? Ну, они тут капусту едят, как хлеб. Знаешь, у меня такое чувство. Ну, во все добавляют. Прикольно. Похоже, как это заправка для борща. Понюхает, пахнет. Ну, томатная паста. Да, томатная паста. Ну, будем пробовать. Лучка, конечно, быстрее. А ярче. Суп вкусный, да, но очень острый. Ну, скорее всего... Ну, мы же не заказывали. Не все. Ну, ничего не страшно. Даже не понимаете, что мы ему говорим. Мне хочется палочек. Я все равно палочек. Нормально? Ну, что так вот таких явных... Ничего особенного. Таких явных. Ну, расписывается. Специи не чувствуется. Может, китайская кухня такая есть? Какая? Ну, не явные специи. Вот такие азиатские. Пахнет там очень по-азиатски. Они на запах даже очень... Какие-то азиатские. Когда мы готовим, то ты стоишь и не понимаешь, что там уже сразу понятно, что... Что, вкусненько. Хоростки. Ну, капуста не с этого, не квашеная. Вадим, очень вкусно. Беретрито. Так. День счастливого дня святого Валентина. Оливия проснулась со своего последнего дневного сна. Да. Вадимка пришел с магазина и принес вкусняшки, которые мы будем сегодня готовить на ужин. Потому что взяли на пробу, типа, такие приготовые пиццы. Они вроде не заморожены. То есть, просто их нужно как бы в духовку засунуть. Не знаю, там, наверное, минут на 15. Да. И еда будет готова. Как вам наш хвостик? Здравствуйте. Как нам ваш хвостик. Ой, как... Как вам наш хвостик. Сейчас я мне не знаю, что говорю. Посмотрите, что-то мадам уже вообще тут сидит. Сидит мадам. Потом вам еще покажу, как она со мной сидит, когда она, ну, как бы у меня, в общем, сидит между ног на животике. Вот когда состояние полулежа. Вот так вот мы уже сидим получается. Да? Ты молодец. Конечно. Я слышала, что ты там странно шелестел. Спасибо за тачку. Красивый. Это я для бабосика? Да. Немножко подержи. Ну, там колюченький. А я освобожил. Хе-хе-хе. Ну, наносить. Хе-хе. Хе-хе. И так, маленький улов на сегодня. Универсальные салфетки. Микс-салат. Перчик. Капи. Так называется. Вадима батарейки. Вадима йогурты. Мне апельсиновый сок. Сыр. Вадима пиво. Вадима сок. Вадима йогурты. Все, Вадима, а мне что, да? Сок, мультифрукт, пиво. Вадима. Да. И вот такие вот будем пробовать пиццей. Посмотрим. Четыре сыра и пепперони. Вадима пиво, Вадима пиво, еще раз Вадима пиво. Так, вот такая вот пицца. Написано тут ее запекать при 229-11 минут. В общем, попробуем. Тут, кажется, пепперони. И как будто еще какие-то острые, может быть, перчики. Очень интересно, как он будет по вкусу. Белчонок, ты нормально устроилась? Мистер шеф. Аккуратно сейчас там потоки теплого ветра. Брови сожгут. Единственное, плохо они прорезаны, эти пиццы. Не люблю резать. Не люблю резать пиццу. Потому что неподвижно получается ее красиво порезать. Ммм, такой, наверное, зацепленный. Добрый день! Почти уже вечер. Потому что уже начало пятого. И мы только собираемся гулять. Но главное, что все-таки выбираемся гулять. Да? Я уже, в принципе, оделась. Немножко накрасилась. Брови у меня такие широкие, кажется. И, кстати, сейчас вот эта пудра тональная от L'Oreal. Алианс. Не, или как она называется? Не, не Алианс, наверное. В общем, не помню. Что-то там с минералами. Я показывала в последнем видео на новинке бюджетной косметики. Кто не видел, оставлю ссылочку, если что. В общем, Вадимка скоро тоже уже заканчивает работать. Как раз его встретим. Да? Я с маленьким днем поспала. И теперь у меня голова квадратная. Я все себе говорю, блин. Если спать, то как бы утром, когда она спит. Потому что, когда она после 12 спит, она обычно где-то в 9 идет спать. Ну, в зависимости от того, как она просыпается, конечно. Потом где-то к часу. И вот если я с ней сплю где-то вот к часу, или после часу, у меня потом вообще треугольная голова, можно сказать. Будем одеваться. Главное, чтобы у нее было хорошее еще настроение. Потому что мне нужно будет ее одеть. Бегом вынести коляску. Потом за ней вернуться. И уже тогда пойдем гулять. А сейчас, когда она остается одна, у нее сразу истерика. Нет? Мадам, ты чего возмущаешься, мадам? Мы гулять собираемся. Я извиняюсь за дурдомчик на диване. Мы его еще не собирали с тех пор, как мама уезжала. Потому что я тут днем благополучно укладываюсь дремать иногда. У нас такой классный новый зимний конверт. Мамочка моя наделала кучу-кучу подарков. От той же марки, что у нас и был до этого конверт. Норд-лис, наверное, так как-то. У нас демисезонный был. А вот это такой зимний здесь перо. Гусиная и уйтиная. И вот такой вот костюмчик классный. Мы тоже купили как раз. Мы купили. Мама купила. Короче, это все подарки от бабушки и внучки, да? Да. К нему вот такая вот шапка-шлемик. Но она великоватая. Оливия в ней такая-такая смешная. И вот такой вот костюмчик. Это тоже 68 размер. Он тоже как бы великоват по ножкам. Но как раз, чтобы, может быть, знаете, еще как бы один сезон поносить. Как раз весной. Будет очень удобно. Вот в колясочку как раз. И такая смешная в нем. Сейчас покажем. Вот такой баклажанчик в горошечек. Ну, смешная вообще. Ты смешная? Ку-ку. Ладно, пошли мы гулять. Вернулись мы домой. И сейчас буду готовить ужин. Вадимка там сейчас пока Оливию развлекает. Уже получается полчаса, как она бодрствует. Вот мы зашли еще в магазин. Докупили некоторые штучки. Точнее, не то, что докупили. Кота мы взяли поесть. В общем, готовить буду. Надеюсь, что быстро все приготовится. Хочу сделать куриное филе. Но еще точно не знаю. Почему у меня всегда оно переключается на мануальный режим фокусировки. Не знаю, где его сделать в духовке или на сковородке. Наверное, на сковородке. Посмотрим. Прожарить хочу так кусочками. Здесь у меня есть томаты. Вот такие вот замороженные овощи. Как бы коктейли курицы с овощами или овощи отдельно. В общем, тоже посмотрим. Приправа. Сейчас еще достану приправу. И хочу попробовать первый раз. Вот будем пробовать кашку. Киноа. Киноа, как на русский. Правильно по-русски как произносится. Вот. Потому что нам очень нравится кускус. Но я, если честно, не знала, что кускус это искусственная каша. То есть это вообще прессованная манная каша. Если так судить, то получается, что в кускусе особо нет ничего полезного. Вот. Потому что и так манка это самый-самый мелкий вид пшеничной каши. Ну, да, которая из пшеницы. И, естественно, там почти уже ничего нет. Поэтому хочется перейти на все-таки на более полезные каши. Киноа. Ну, так по виду она больше всего похожа на кускус. В общем, посмотрим. Ни разу не пробовали. Расскажу, как по вкусу будет. Порезала курицу такими вот полосочками. Это у меня сладкая паприка, немножко соли и буду добавлять тоже карри. Буду курочку готовить на маргарине. Или, если есть у вас именно сливочное масло, так оно будет вкуснее, чем на обычном. Просто добавить. Ну, такой вот, как бы привкус масла. Именно с карри это очень вкусно получается. Поставила уже воду на кашу. Сейчас буду промывать кашу. Когда закипит, закину. Сейчас еще точно посмотрю в интернете, как оно готовится. Пришлось снять воду с огня, потому что точно я вспомнила, что я смотрела видео и только что посмотрела тоже один рецепт, как готовить кино. Получается, их лучше зерна обжарить сначала немного. Как бы масли и добавить специи, чтобы именно в этот момент как бы каша в себя больше всего впитала. И затем уже заливать водой и варить. И потом на медленном огне еще минут 15, чтобы кипела. Поэтому, ладно, сейчас быстренько буду промывать. Наверное, добавлю где-то именно в стакан. Вот как она выглядит. Это, кстати, очень похоже на кускус, но она прям очень сильно разбухает. Такая миленькая-миленькая. Так, курицу отставила, потом добавлю в конце. Но я даже не знаю. В общем, посмотрим, как оно получится. Курица готова практически. Вот добавила вот такой вот микс овощной. Правда, жалко, что тут картошка немножко не в тему. Ну ладно, то, что есть. И с этой заморозкой получается там пакетик с приправами. Какая-то типа по-гречески. Кашка варится уже тут, начинает закипать. И написано, что минут 15 на медленном огне. Ну посмотрим, что из него получится. Добавила тоже немного специй, поэтому водичка такая коричневенькая. Вот такой ужин у нас получился. Все вместе. Курица, киноа, овощи, фета, красный лучок свежий. Цветочки. Ку-ку. Как тебе кашка? На что-то похоже? Нет, пойму. Горячий? Угу. Что-то вроде крутится. Может, как на ячневую, нет? Когда балабка стыла уже была похожа. Угу. Посмехать. На ячневую она шиничная, наверное. Ну, та, что у нас есть, это ячневая. Нет. Нет? Перцы пущем. Ммм. Такая интересная именно текстура. Да? Ну, я так поняла, что она чисто, если ее пробовать сама по себе, она какая-то просто как-то безвкусная. Ну, очень прикольная текстура. Да. Даже чем-то напоминает, знаешь, как какие-то икринки. Но ее всегда советуют вот прям с чем-то смешивать. И в нее специи добавлять. Может быть, из-за того, что она сама по себе довольно безвкусная. Но, по идее, она очень-очень полезная. Сейчас быстренько собираюсь с Вадимом. Пошел гулять уже с Оливией. У меня уже полчаса гуляет. Я здесь ем йогурт с хлопьями, потому что буду очень голодной. Буду очень-очень-очень быстро делать макияж. Блин, вот как сделать так, чтобы коты мои вообще сюда никак не пробирались? Надо дверь закрывать всегда в спальне. Я наношу просто вот эту минеральную пудру True Match. Я о ней говорила, но тогда забыла, как она называлась. Назвала ее совсем не так. У меня оттенок 1D или 1W Ivory. Golden Ivory. У меня такая сыворотка Dream Tone от Lancome. Меня просто всегда спрашивают, что я наношу. Я часто забываю вам рассказывать. Непонятно, сколько ее тут уже осталось. Жаль, что такая упаковка, что не особо видно. В общем, да, последнее время я сильно много не снимала влоги, потому что ко мне мамочка прилетала в гости. И мне не хотелось, знаете, тратить время вообще на блогерство, потому что она и так настолько мало времени была здесь, была здесь. И это все пролетело в такой миг, и просто настолько, не знаю, настолько хотелось просто вот как бы с ней проводить время, с Оливией. Она, получается, прилетела, ну как бы фактически, как на неделю. Но выходит, что меньше времени она была, так как она прилетела в пятницу. Очень-очень поздно ночью. Наношу консилер. Очень поздно ночью. И улетела в следующую пятницу очень-очень рано утром. То есть, по сути, она была только 5 дней. Консилер у меня от Colourpop. Я показывала в видео тоже отдельно. Оставлю вам ссылку. Опять же, как я говорила в том видео, он как-то сухо смотрится на моей коже. Возможно, когда будет лето, будет классно смотреться. Но сейчас, если смотреть очень близко, лучше не смотрите близко. И вот в том видео я рассказывала, что есть кабуки с этими вот пудрами от Vareal. Вот такая вот кабуки. Ну, как бы, в принципе, вроде как неплохо. Ну, просто, с одной стороны, здесь классно, что есть сеточка. С другой стороны, это не очень удобно, потому что тогда неудобно использовать какую-то, возможно, другую кисть. У меня надо достать. У меня есть другие немножко кисточки. Возможно, лучше подойдут для этого продукта. Ну, хотя, плюс этой кабуки в том, что можно очень быстро нанести. Смотрите, вот такая вот здесь сеточка. Такая вот кабуки, поближе вам покажу. Буду просто наносить пудру на все лицо. Все в пыли от пудры. Оформлю брови, закреплю вот таким вот продуктом от Lancome. Бесцветный такой с фибрами гель. А брови тоже всегда у меня спрашивают. Оформляю такой вот палеткой от Vibu. Это польская марка, очень бюджетная. Мне нравится цвет тут такой холодноватый. Все, вернусь к вам потом. Что-то она дольше затянулась, чем я думала. Сбор. Ну, в общем, такой макияж. На губах у меня Revishing от MAC помада. Все. Бежала я одеваться, потому что Вадимка меня уже ждет. Всегда очень не вовремя начинает садиться камень. Слишком-слишком я тепло одела. Сегодня реально тепло на улице. И мне жарко. Оливия там понемножку уже начинает просыпаться. Я взяла себе капучино. У Вадима американо. Не знаю, будет ли вообще что-нибудь слышно. Пора уже завершать этот влог. Потому что уже какие-то такие странные куски с разных дней. Ну, в общем, Вадимка приехал. Решили мы взять пачку кофе. Потому что здесь в кофейнях реально кофе выходит очень дорого. Потому что одна такая пачка 27 злотых стоит. А в кофейне в среднем так капучино около 10. Если там латы, то это около 15. Американо обычно где-то 8. Поэтому реально стоит... Ну, выходит намного выгоднее взять именно пачку кофе. Тает на кафе. Конечно же, как всегда, Columbia Medellin. Потому что колумбийский кофе самый-самый хороший. Арабика стопроцентная. И хочу попробовать взбить в френч-прессе молоко. Типа как на капучино. Но нашли только такого размера френч-пресс. Он, конечно, довольно большой. Ну, то есть придется много молока заливать. В общем, посмотрим. Не знаю, что получится. Покажу вам конечные результаты. Может быть, получится фейл. В общем, буду заваривать кофе. Ребята, посмотрите, посмотрите, какой секс получился. У меня получилась молочная пенка. Теперь будем пробовать. Здесь просто налили немножко кофе, чтобы попробовать сам кофе по вкусу. Знаете, сижу я тут такая с сухим шампунем на голове. Потому что думала поснимать видео такое полноформатное на канал. А потом думаю, не хочу. Короче, Вадимка вышел гулять с маленькой уже почти 40 минут назад. И, в принципе, где-то к половине четвертого, то есть опять же через где-то 45 минут они придут. И, если честно, не хочу вот это вот бегом спешить, снимать видео. Вдруг получится не так, как я себе задумывала. И будет опять просто потраченное время. И просто хочется, если честно, ничего не поделать. Ну, ничего не делать, точнее. Просто помыкать в YouTube, знаете, спокойно. Зная, что не нужно там никуда бежать, что Оливия не спит за стенкой. В общем, просто провести немножко время для себя. Вот. Поэтому буду наконец-то заканчивать этот влог. Очень, наверное, такое получилось сумбурное, быстрое... Ну, не то, что быстро, а быстро меняющиеся картинками видео влог. Потому что, ну, как я говорила, мамочка ко мне прилетала. И я просто что-то такое собрала из разных дней. Но в следующем видео, наверное, покажу разные покупки уже. Так, одежда и ближе и на весну. Может быть, сделаю полноформатным видео. В общем, посмотрим. Очень много идей у меня для новых видео. Надеюсь, что будет время и настроение их снимать. Вот. Поэтому да. Кстати, расскажите мне, кто заметил последнюю часть моих новых видео, заставку. У меня поменялось и оформление канала, и конечная заставка. Я работала с девочкой, с иллюстратором. И мне так, так, так понравилось вообще, как получилось. Поэтому надеюсь, что вы тоже оценили. Я вообще просто в восторге от того, что вышло. Очень давно хотела вообще поменять оформление канала. Но на самом деле, с несколькими иллюстраторами, с которыми я вот общалась, которые мне присылали там примерные такие работы, все клево было. Вот действительно, девочки, конечно, очень талантливые. Но просто вот не то, что я хотела. А здесь вот прям, не знаю, мы так классно сработали с ней. Так что, да, очень приятно, что так вот вышло. Что я нашла, скажем так, своего человека. И, наконец-то, поменяла оформление. Я обычно ничего такого супер прям насыщенно не прошу. Но мне так хочется, чтобы у меня уже было 10 тысяч подписчиков в Инстаграме. Я никогда в жизни себе не покупала никаких подписчиков. Считаю, что это очень глупо. Хотя, знаете, каждый день приходят какие-то типа предложения по раскрутке. Инстаграма или там еще что-то. Но я считаю, что это глупо, потому что я знаю, что все мои подписчики это мои, знаете, не купленные, еще там каким-то, я не знаю, хитрым способом не полученные. И мне просто хочется от 10 тысяч подписчиков, у меня там 150 не хватает до 10 тысяч. Просто потому что от 10 тысяч можно в инста-историях добавлять ссылку, чтобы человек как бы просто вот вверх, да, свайкнул и попал на ту ссылку, которую как бы оставляешь. Потому что очень часто у меня так спрашивают, когда я выкладываю в инста-историях, что вот новый влог вышел, начну спрашивать, а где, где новый влог? А так я бы могла сразу ссылочку оставлять и писать, типа, переходите там, тяните вверх и будете уже смотреть новый влог. В общем, может быть глупости, но может, если вы не подписаны на мой инстаграм, мне будет безумно приятно, если вы подпишетесь. Я там также кэри пингвин, как здесь на ютюбе. Давайте соберем 10 тысяч. Это же для вас же, чтобы было проще. Мне как бы абсолютно все равно, какая там цифра. 10 тысяч, 2 тысячи, 1 тысяча, 100 человек. Просто для вашего же удобства. Знаете, вот такое вот. Меня просто вот это вот уже последнее время немножко злит, что реально просто очень многие постоянно пишут, а я не могу, потому что в инста-историях и в инстаграме ссылки не активны. В общем, ладно, извините, если я немножко повредничала. Я всех очень-очень люблю. Увидимся совсем-совсем скоро. Не скучайте и до новых встреч. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok